К сезонной эпидемии город подготовился еще осенью. Большинство соровчан ответственно отнеслись к своему здоровью и сделали прививки от гриппа. По словам специалистов, подъема заболеваемости в городе нет уже порядка трех лет. Гриппом болеют лишь единицы. В основном те, кто не сделал прививку. Грипп есть, грипп Б в основном, от которого прививка так не очень хорошо работает, а А просто единицы. А остальные все у нас идут респираторные вирусные инфекции. Это в основном парагрипп, аденовирусные инфекции, респираторно-сенциальный вирус тоже поднимает голову зимой. И вот эти вот инфекции, они есть. Диагноз гриппа ставится на основании клиника эпидемиологических данных и лабораторного подтверждения. Для лечения заболевания применяются противовирусные препараты, особенно эффективны их назначения в первые сутки от начала заболевания. Но не так страшен грипп, как его осложнение, которое намного опаснее, чем сам вирус. Это в первую очередь пневмония. Пневмония может быть и гриппозная, и потом свои эти бактерии, которые у человека есть, могут они поднять голову и вызвать заболевание. Чаще всего это пневмокок. И пневмокок и пневмонии очень тяжелые, они деструктивные. Там полости в легких образуются, абсцессы в легких и так далее. Специалисты напоминают, чтобы избежать инфекции, необходимо укреплять и закалять свой организм. Нужно высыпаться, избегать перегрузок, больше находиться на свежем воздухе и правильно питаться. Не стоит забывать и о народных средствах и включить в свою рацион лук и чеснок. Это фитонциды, которые убивают и вирусы, и бактерии. Ну их просто вот на блюдечке, каждый раз, вот каждое утро свеженькие, потому что они высыхают и испарений уже от них нет. Ну и это все помогает и просто есть. И некоторые любят и дети, и взрослые чеснок. Сейчас надо усиленно их употреблять. При посещении общественных мест можно пользоваться медицинской маской. Медики обращают внимание, что любое вирусное заболевание, перенесенное на ногах, может привести к осложнениям. Поэтому необходимо при первых признаках инфекции обратиться к врачу.